Алло, Сергей, добрый день. Здравствуйте, это Ксения Федорова, редакция телеспорт. Скажите, пожалуйста, спасибо, что согласились дать интервью небольшое. Скажите, сколько длился вчера допрос? Очень долго вас допрашивали, как все проходило? Честно говоря, меня допрашивали, потом я ложился полежать, состояние такое еще пока не самое лучшее, потом опять вставал, дальше давал. Мы все просто спрашивали, картинку вспоминали, как все это было и так далее. А по времени сколько заняло это все? А сколько началось? Честно даже не знаю, началось рано, пришли рано, а закончилось все поздно вчера. Честно даже не помню, по времени, поздно уже. А скажите, какую-то медэкспертизу проводили, все ваши ушибы, травмы, как-то медики зафиксировали? Да, само собой все было зафиксировано. А можете перечислить, что получается, там и перелом лицевой кости у вас есть в том числе? У меня там, да, когда я уже нос со смещением, там, у меня как бы, блин, давно уже не было перелома носа. Давно как ломал, сейчас из-за этого нам придется отменить бои ближайшие. Уже с Беллатором не звонили, недовольны. Недовольны? А что конкретно, что срывается? Ну, конечно, конечно, конечно. А какие бои, получается, у вас срываются ближайшие? А сейчас боев появляется очень много. Я и в январе планировал выступать, в декабре мне каждый бой, ты говорил, каждый месяц бой должен был быть сейчас. В результате невес на какой срок это все затянется. Ничего не поделаешь сейчас. А сколько примерно деньга вы можете потерять, вот если несколько месяцев проболить? Да я сейчас об этом, я даже об этом не думаю сейчас. Сколько я там могу, мне сейчас главное сохранить здоровье и постараться выступать дальше. Мне же не 20 лет, мне уже 40 лет. А как ваше самочувствие сейчас? Ну, я в основном лежу, иногда немножко хожу, а так лежу, потому что надо лежаться, и я не такое... Голова болит. Сильно болит? Да не, такое ничего. Ну, достаточно. А скажите, а видели вот недавнее интервью Индиева, он врет в этом интервью? Что можете про него сказать? Да, все слова про него. Верить на слово ему вот так вот нельзя, то есть все-таки голословно вас обвиняют? Да, ну, хотите, хотите, верьте, хотите. Нет, я свою точку зрения сказал, каждое свое. А скажите, а сейчас, получается, вы направили заявление, да, в полицию, то есть сейчас это уже приобрело такую правовую плоскость, вы планируете доводить это до... Должно быть, так и должно быть, все должно быть в рамках закона. Мы живем в правом государстве, а не на улице. На улице было бы все по-другому. А планируете довести это дело до суда, взыскать моральный ущерб и финансовый, в том числе, ущерб с Адама? Я хочу, чтобы все было в рамках закона, что это уже закон будет решать, что и как. Я вот ничего, какие-то планы не строю, я считаю, что нельзя себя вести так, вызывающе. А скажите, а если вот вернуться к этой истории, все-таки было в Лужниках в пятницу, да, вы были совершенно не готовы, да, получается, вы держали руки в карманах, и Адам к вам совершенно... Да я ушел просто, по-моему, и сказал, пойдем поговорим, и все, никто не собирался там, да. Если бы я понимал, что будет там какая-то провокация и так далее, вообще не пошел. Адам в своем интервью говорит, что вы не хотели, ну, то есть общались с ним уже сразу на полу. Он же врет, не надо мне в интервью вообще говорить, он врет, там каждое слово вранье. Скажите, пожалуйста, вот что планируете в ближайшие месяцы сделать, может быть... Лечиться, лечиться. И скажите, пожалуйста, а есть, была информация, что все-таки у Адама был кастет, вот так ли это все-таки что-то в руке у него было, железное? Сто процентов что-то было, что-то было там, что-то было, скорее всего, кастет, потому что с удара мне сразу... Я почти был нокаутирован, выстрел за счет своего здоровья. То есть это был буквально один удар или он несколько ударов сумел нанести? Да, ну, есть несколько ударов, конечно. Два удара сразу нанесся, а потом там где-то вот в процессе там все видели, даже на камерах есть. Да, там очень такие мощные удары. Скажите, а в будущем планируете, может быть, все-таки как-то наладить отношения с Адамом, если он вдруг там извинится или... Как настроены дальше? Да нет, с ним я наладить отношения не собираюсь. И он пока не извинялся перед вами никак? Да, конечно, нет. Вы бы хотели какие-то извинения от него получить все-таки? Такая ситуация очень... Да я вообще, я этот человек, у него есть совесть. И у него совести нет, точнее. Если у него есть там еще осталось что-то, он сам решит, что делать. А пока я не хочу даже ничего говорить об этом. И, Сергей, еще была информация, что должен вам Адам порядка двух миллионов. Это правда или все-таки несоответственно? Я все говорил в интервью. И здесь сразу же еще говорить. Он должен денег, он знает все сам. Сейчас вот об этом как бы что-то рассуждать. Да, и хотел еще уточнить, а вы давали ему деньги под какую-то расписку или это просто было, скажем так, по-дружески? Нет, нет, нет. Не их расписок. Не расписок. Ну, то есть, в принципе, он вам не обещал их вернуть. То есть, он, видимо, их как-то по-дружески просто принял. Ну, это вы так думаете. Он мне сказал, что отдаст деньги. Он мне брал деньги в долг. Все-таки долговая ситуация. Извините, просто очень хотелось с вами пообщаться. Благодарю вас. Да, спасибо. Выздоравливайте. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова